Бумеранг Трампа. На отеле, принадлежащем американскому президенту, в выходные появилась надпись «Гадюшник». Это еще не самый довольно приличный перевод слова, которое сам Трамп использовал, говоря о странах третьего мира. Каким последствиям может привести одно неосторожное высказывание, расскажет Дмитрий Анопченко. Это ненормально. Взятки Трампу платят здесь. И это место «Гадюшник». Огромные надписи сменяют одна другую. Их проецируют на стену достопримечательности Вашингтона – Трамп-отеля, где номера полтысячи долларов в сутки стоят. Ругательство, которое сам Трамп якобы употребил, теперь прямо на входе в гостиницу, рядом с его именем. Слово «шитхолл», которое можно перевести как «гадюшник» или «вонючая дыра», это если не брать другие варианты перевода, которые я сейчас просто не могу сказать в эфире. Дональд Трамп якобы употребил в Белом доме во время совещания с конгрессменами, говорил о странах третьего мира, таких как Гаити и Сальвадор, и якобы сказал, зачем Америке мигранты из вонючих дыр. И это одно лишнее осторожное выражение спровоцировало скандал, который теперь уже несколько дней не утихает. Африканский союз и правительство многих стран осудили слова президента, назвали их российскими и ксенофобскими. Трампу пришлось в очередной раз оправдываться. Нет, нет, я не расист. Я в наименьшей степени расистски настроенный человек, у которого вы когда-либо брали интервью. Вот что я могу сказать. Дональд Трамп теперь уверяет, вообще не делал обидных ремарок во время совещания в Белом доме, но его слова цитируют те, кто врать не будет. Сами участники встречи, конгрессмены. Он прямо назвал страны, откуда они, дырой в заднице. Это именно то слово, которое использовал президент. И не один раз, а постоянно говорил. Уже в этом году парламентские выборы и одно грязное слово может стоить республиканцам голосов. Вот почему от высказываний Трампа сейчас открестился даже один из самых известных его однопартийцев, Пол Райан, спикер Палаты представителей, которого в кулуарах Конгресса многие называют будущим президентом Америки. Первое, что мне приходит в голову, это было очень неуместно. Очень зря. Президент Трамп теперь и сам явно жалеет о неосторожной фразе, однако рассчитывал, мол, поговорят, пообсуждают, посудачат и забудут. Но его противники не дают замять скандал и обещают и дальше писать слово «гадюшник» здесь, на стенах Трамп-отеля. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.